Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Они меня вчера в ресторане увидели И подумали, что пока я там То здесь Дианка с Костиком Это они сами догадались? Или им кто-то подсказал? Ты что, хочешь сказать, что я предательница? Да нет Это и по-другому можно назвать Например, любовь зла Да нет же, говорю тебе Ну, правда, у меня была такая мысль в голове Но я не могу так сделать Зачем ты в ресторан-то пошла? Может, тебя тут ждали? Ну, понимаешь, когда мы с Костиком и с Дианой здесь Остались втроем Я такое себя лишнее почувствовала Вот пойду, думаю, напьюсь Ну, пошла и напилась Что за фигня? Это не фигня Это ведические гимны Я решил устроить день рождения Кришны Джан Маштами Наш индийский Новый год Он, правда, в августе справляется Просто в августе все разъедутся, каникулы А твой Кришна не обидится, что ты его Новый год переставил? Думаю, что нет Вот если бы я забыл его поздравить Он бы точно обиделся А так его целых два раза поздравлять будет Ну, что ж, тогда с Новым годом! Спасибо! Мир, дружба, жвачка крутая Задачка метро, почти что бесплатно Скидка студентам больше процента Больше, чем у президента Москва обнимет и примет И приголубит кинет, обманит, обмупит И где-то папой, мамой, сын, мамой Руки в прачьем карманной Не понимаю, не понимаю, не понимаю Яй-яй-яй-яй Как с моим русским взяли меня Не понимаю, не понимаю Яй-яй-яй Маска не резиновая Судя по вашему довольному виду, Алексей Вы что-то придумали Так ведь наше дело не хитрое, Надежда Евгений Ну, не скромничайте Спонсорам скромность не к лицу За нами не заржавеет Ну, давайте уже, не томите Рассказывайте Идея проста И вытекает как раз Из интернационального контингента Вашего университета Мы хотим организовать Фестиваль национальных культур Мне кажется, что это было бы Эффектным завершением учебного года Хорошая идея Я и сама об этом подумывала Но вот финансирование Вы понимаете, что Такое мероприятие в копеечку влетит Ну, что вы, Надежда Евгеньевна Мы за ценой не постоим Мы договорились Ну, если вы так настаиваете Только, Алексей Я надеюсь, в этот раз Не будет никаких эксцессов Вы меня понимаете? Не беспокойтесь, Надежда Евгеньевна Все будет хорошо Вот и хорошо Я рада, что мы так понимаем друг друга Привет Привет Ты чего так рано? Я не выдержал, я ушел Что? Поссорились, что ли? Хуже Валя придумала новое хобби Китайскую эротическую литературу Опаньки Понимаешь И она что, на тебе экспериментировала? Понимаешь Она не понимает, что возможности мужчины имеют границы Мужики Мужики, хлебушком не угостите Бери Спасибо Э, только нам что-нибудь оставь Сначала мы изображали рыб, которые греют на солнце чешую Потом шилкопрядов А потом весенних ослов И весенних собак Это что? Китайская камасутра? Хуже Так, говори помедленнее Я сейчас запишу А когда мы начали парный танец жар птиц Я не выдержал Я ушел Я и сейчас еле-еле стою на ногах Вот бедолага Интересно, а что же она? А, хоть бы что Понимаешь, она уснула сразу на плече, как дитя Понятно А ты понял, что утреннего сеанса не вынесешь И... И сбежал Самым постыдным образом Ты, ты знаешь что? Я мог бы на тебя в суд подать За насилие над моей психикой Не судите Да не суди вы будете Ты мне знаешь что? Зуми не заговаривай Ты мне лучше знаешь что скажи? Как можно вот этим твоим фокусом научиться? А? Можно? Можно А чему вы конкретно хотели бы научиться? Я знаешь что? Я, короче, по телевизору видел фильм индийский Там мужик себе ногу за шею закидывал А я так смогу? Сможете, я вас понял Вы хотите научиться йоге? Ага Это... Это, конечно, непросто Но для начала вам нужно избавиться от того зла Которое, извините меня, в вас присутствует Да, да Но что надо сделать? Я готов все сделать Медитировать? Медитировать для вас пока сложно Поэтому вам нужны простые, простые способы Это, допустим, говорить себе такие простые слова, как Я добрый, я хороший, я честный Оксанка, я прям даже не знаю, чем тебе помочь Все равно спасибо тебе Да мне за что? Только Костика любишь, да? Если б не Дианка А что Дианка? Ты, между прочим, даже намного красивее ее И толку-то что? Как что? Ты пойми, товарищ Все в твоих руках Стоит только с мужиком один на один остаться Да ладно Да что ладно? Никто против такой красоты не устоит Угу, кроме Костика Никуда он от тебя не денется Тут самое главное, устранить соперницу Это нереально, они всегда вместе Кто знает, кто знает Я очень терпеливый человек И должен попасть Аааа, ты меня чуть не убил Жалко Что тебе жалко, а? Я говорю, жалко мне вас, Станислав Станиславович Нога болит? Болит Положите в бутылку А я ведь очень ранимый Очень терпеливый Дребенный И неженатый Что? Ой, я из-за тебя все слова забыл. Уходи от греха подальше. Извините, извините. Я добрый, я добрый, я нежный, ласковый и люблю всех людей на этом свете. Так что к вас вы готовыся. Это перформанс покруче шахматного турнира будет. Круто. Ну а что мадам Орлоу-то, а? Орлоу-то. Баба как баба. Деньги показал, мозги запудрила, она и рада. Ну, Бурыч, ты в своем репертуаре. Как это у тебя получается-то, а? Да легко. Ты сейчас об этом не думай, ты о другом думай. Мы теперь мобильными звонками не отделаемся. Надо интернет подключать. Нагнать там побольше туману, людей побольше. Запустишь флешмоб. Главное, побольше людей. Прям без разницы, кто-то боют. Скинхеды или красные дьяволята. Главное, побольше. И серьезнее. Без дешевых мордобоев. Ну, а эти козлы, ну, гуси со своим племянем. Да забудь. Мы теперь как орлы с орлой. А гусим? Ну, что гусим? Пусть шипит. Я представляю. Я хороший, я добрый. Здрасте. Я спокойный. Привет. Вот сепаратисты, а? Снюхались с орлом. Надо срочно сообщить дяде. Я хороший, я... Нет! Да, Ленчик. Эх, кто бы мог подумать, а? Валя-то совсем еще ребенок. И тут... Как у вас в пословице говорится? В тихом омуте полногорница чертей. Примерно так. Знаешь, Ленчик, что я о сексе думаю? Ты думаешь, а я им занимаюсь. Да и не в этом смысле. Секс, штука, может, конечно, и важная, Ленчик. Только не главное. О, как хорошо сказал. Все, я из большого секса ухожу. Не рано тебе. Значит, Бридоголовых пригнал Бурый, а теперь спелся с Орловой. Угу. У них какой-то заговор. А мы теперь и не нужны совсем, получается. Можутки, это ж вот, что они думают, что я буду сидеть, смотреть и ждать, как какая-то фря. Меня доходов лишает? А что делать? Все, что угодно. Бороться надо. Узнать у врага слабое место. Интересно, какое у Орловой слабое место? Вот этим и займись. Дядь Паша, ну я с Орловой, да и вообще я как-то по этой части... А что ты, по какой ты там части? Ну, мне... Ну вот что, вот что подозрительно. Орлова явно прикрывает Бурый. Да. Ну ведь прикрывает же. Причем всем делом. Значит так, диспозиция у нас с тобой будет такая. Как можно больше, нам надо нарыть компромата на них обоих. Так, ты не спускаешь глаз с Бурова, я вплотную займусь Орловой. Бог в помощь, дядя Паша. Бог в помощь. И не спорь со мной, Ленчик. В вопросах секса ты сущий ребенок. А ты как будто уже попробовала все. По крайней мере, я не уклоняюсь от испытаний. А я что, уклоняюсь? Я тебе объясняю, что я больше не могу. Тебе так кажется. В наставлении для нефритовых покоев сказано, что у желтого императора было тысяча двести жен. И поэтому он стал бессмертным. Ну... У обычного человека есть только одна жена. И тем самым он губит себя. А ты хочешь тоже? потолкнуть меня к измене? Нет, ты меня не понял. Я не собираюсь тебя ни с кем делить. Я сама их всех заменю. Ребят, у вас соль есть? Какая соль, Вова? Сейчас не до соли. Ой, простите, вы про секс? А можно я тоже послушаю? В каноне бессмертных сказано, что человек, который пренебрегает радостями любви, безвременно гибнет. Понимаешь, я вчера, но чуть-чуть не погиб. Ленчик, ну как тебе не стыдно? Мы же еще столько всего не попробовали. Склонившая к рону сосна, прильнувшая к жертвеннику бамбу. Я лучше пойду. Вова, пожалуйста, останься. Например, скачки диких лошадей или танец жар птиц. Это еще интереснее. А где можно изучить комосуд? Так хочешь, я тебе расскажу? Да. Не надо. Вова лучше пойдет в библиотеку. Правда, Вова? Уже и ту. Ксюша, радуйся. Дождались. Будем к фестивалю готовиться. К какому еще фестивалю? Национальных культур. Творчество народов мира силами студентов МУН. Ну, танцы, песни, ну и всякие другие искусства. Подожди, они что, совсем что ли обалдели? Сессия же еще не закончилась. Ну и что? Сессия нам не помеха. Я сегодня была в студоделе. Записала нас с тобой. Будем разучивать самбу, румбу, ча-ча-ча и будем называться Лос Карнавалос. Классно я придумала. Подожди, я-то тут при чем? Я не знаю никакого ча-ча-ча. Ну да, об этом я не подумала. Ну и тем более, я не мексиканка и не кубинка. Ну и что? Зато у тебя будет самый лучший учитель в мире. Какой еще учитель? Я? Соглашайся, ты что, хочешь подвезти подругу? Сим, ну ты как обычно, ляпнешь и не подумаешь. Тем более, я тебе платье подобрала, такое красивое. Ну ладно, черт, я так и знала. Ладно, партнерша у нас есть, осталось найти кавалера. Подожди, и кавалеры будут? Ну конечно, какой Лос Карнавалос без кавалера? Павел Ильич, к вам Орлова. Пусть сойдет. Ну вот, молодцы, и зверь бежит. Здравствуйте. Хочу вас обрадовать, Павел Ильич. Поздравить с грядущим праздником. Спасибо, вас так же. А, понимаю. Окончание сессии, отпуск, пляж, море, пароходы. Да, и это тоже. Но у нас грядет фестиваль национальных культур. А, фестиваль. А, поздравляю, конечно. А спонсор, конечно, триумфдуха. Разумеется, разумеется. Ну, я считаю, что этот фестиваль будет эффектным завершением учебного года. Я разговаривала с ректором, и он считает это мероприятие очень перспективным. У нас будут гости, представители инициативного фонда свободной молодежи. И если все пройдет удачно, то это будет еще одним подтверждением для получения нами гранта. Ах, вот в чем дело. Да. И я очень рассчитываю на вашу помощь. Конечно. Я вам помогу. Обязательно можете на меня рассчитывать. Спасибо. Ну вот, теперь все понятно. Картина вырисовывается. Какая картина? Картина Союза Бурова с Орловой. Все очень просто, Стасик. Как говорил Шерлок Холмс. Надо просто поставить всю эту информацию о Буром, который рассказал ты, и то, что мы сейчас здесь все услышали. Не понял. А очень просто. Орлова устраивает этот фестиваль. Съезжаются гости. Буры приглашают националистов. Они приезжают. Шум, гам. И тут на белом коне въезжает наша мадам Орлова. И требуют больших денег на борьбу к хсенофобии. И чем больше шум, тем больше она получит денег. Ох, какая замечательная история. Хитро придумано. Ну ты знаешь, Стасик, на всякого мудреца очень много простоты. Если наверху узнает, что она связана с бандитами, ей не поздоровится. Ну, понятно. Короче, валить ее будем, да? Сколько раз я просил сестру. Сделай аборт, сделай аборт. Почему валить? Забудь об этом. Мы с тобой интеллигентные люди. Подзаработать. Костя, подожди минуточку. Мне нужна мужская помощь. Что, шкаф передвинуть или лампочку вкуртеть? Да нет, что ты. Понимаешь, дело в том, что у нас будет фестиваль национальных культур. И я готовлю к нему латиноамериканский танк. Ну, здорово. А я здесь при чем? Дело в том, что это парные танцы. Я бы хотела подключить ребят латиносов, но они все разъехались. Симон, ну какой из меня танцор? Ну, поищи кого-нибудь другого. Ну, не скажи. Во-первых, я здесь никого не знаю. А во-вторых, у тебя идеальная фигура для нас. Да неужели? Поверь мне. Симон, прости, я и правду не могу. Знаешь, у меня через час встреча с одним человеком. А где встреча? В университете в холле. Тут идти три минуты. Ты все успеешь. Ну, в крайнем случае, чуть-чуть опоздаешь. Ну, пожалуйста. Ну, давай. Отлично. Вот, выпей, и через пять минут будешь как огурчик. Что это? Это специальный отвар по древнему китайскому рецепту. Здесь есть жгун-корень, исто-толкалистый, ворсянка японская и башнякия-голая. Кто голая? Башнякия. Все это измельчено в разных долях и отпарено на водяной бане. Принимать три раза в день по одной столовой ложке. Ужас какой. А где это ты купила? На китайском рынке у одного вьетнамца. Ты думаешь, поможет? Не то слово. Это лекарство принимал сам Цао Гун. И после этого он за одну ночь сделал счастливыми целых семьдесят женщин. Сколько? Семьдесят. Так что пей. Вот так. Раз, два, три. Костя, смотри на Оксану. Раз, два, три. Раз, два, три. Больше движений бедрами. Раз, два, три. Раз, два, три. Больше страсти, Костя. Больше страсти. Так, ладно, давайте паровозиком. Костя, кладешь руки Оксане на бедра. На бедра, Костя. Ой. И пошли паровозиком движения бедрами. Раз, два, три. 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 Руку проведи ему по лицу. Раз, два, три. Костя танит страсти, не забудь. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А чего это вы тут делаете, а? Мы к фестивалю готовимся. Раз, два, три. Больше страсти. Раз-два-три. А мне тоже так хочется. Костик, Костик, можно я на твоём месте встану? Да, пожалуйста. Давай, давай. Раз-два-три. 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 Так. Нет-нет-нет-нет, стоп. Так не пойдёт. Почему? Мне так нравится. Ты знаешь, Амар, у тебя не спортивная фигура. У меня? А я подкачаюсь. Так нет, Амар. Ты знаешь, ты совершенно не подходишь. Нет. Это национализм какой-то. Я буду жаловаться. Кто отвечает за этот беспредел? Я отвечаю за этот беспредел, Амар. Ты оскобил меня, как мужчину. Женщина. Я теперь с тобой в упор не разговариваю. И мой магазин для тебя навсегда закрыт. Приходи. Увидишь. Симон, Симон, ну зачем же ты так? Нам всё равно же нужен второй партнёр. Партнёра я найду. А вы пока репетируйте. Фестиваль скоро. И больше страсти, Костя. Это же ламбада. Давайте. Раз-два-три. 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 Ничего себе обошки. Самчик, а ты что, кого-то ограбил? Нет, это я всё купил. А что это всё? Ну, сладости, кушанье, деликатесы. Вечером приходите. Кришну будем поздравлять. Джан Маштами. Наш индийский Новый год. Ну что, восстановился? Мне кажется, от твоего настой только спать хочется. Странно. Наверное, продавец что-то перепутал. В следующий раз я пойду к настоящему китайцу. А тебе не кажется, что эти средства устарели? Не может быть. Просто я, наверное, что-то перепутала, когда переписывала. Ну, ладно. Если мы не можем сейчас заняться физическими искусствами, мы перейдём к искусствам духовным. Что, опять медитировать? Это обязательно, но после. А сейчас мы будем сочинять друг другу романсы, как герои китайского романа «Цветы сливы в золотой вазе». Не, я в пении не силён, в сочинении тоже не силён, русский мне не родной, да и в китайском я не очень. Ты прав. Вообще-то мы должны сочинять на китайском языке. Но иероглифы я пока тоже не освоила. Ну, ничего. Главное — желание и терпение. И успех придёт. Точно. Точно. В общем, главное — начать. Я начала. Послушай романс, посвящённый утреннему исчезновению возлюбленного. Когда луна посеребрила небо, с любимым мы сплелись на ложе сна, нас увлекла божественная нега, а утром я очнулась одна. Диамочка, привет. Привет. Ты ведь Костика ждёшь, да? Через полчаса должен прийти? Да, ты откуда знаешь. А я как раз с новостью от него. Что-то случилось? Да нет. Сейчас позвоню. А я же забыла денег на сайте. Во-во, точно. И он мне тоже это сказал, что не мог до тебя дозвониться. Слушай, мы с ним договорились, что наша комната на всю ночь ваша до утра. Тихо. Что ты такое говоришь? Ну, до полуночи. На, держи ключ. Угу, спасибо. Подожди, а почему ключ? А Костяк-то уйдет. А он попозже подойдёт. Ты иди, он попозже подойдёт. Он, по-моему, тебе какой-то сюрприз готовит. Угу. Спасибо. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, раз, 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 ой, 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 извините. Ну, всё, я пошёл. Хорошо. Интересно, у нас хоть что-нибудь получилось? Ой, ты знаешь, мне кажется, у нас с тобой всё очень хорошо получилось. Посмотри, я хоть приличным выгляжу после всего этого. Ну, да, вполне. Хотя, ты знаешь, с расстёгнутой рубашкой ты выглядишь, как настоящий мачо. Ну, всё, давай, я пошёл. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, Ксюш, а где у вас ключ? На домбочке. А? Подожди, а тут нет ничего? Ну, значит, не там ищешь. Ну, да, действительно, нет. А, а кто дверь запер? Чего? Я не знаю, я не запирала. А, ты знаешь, я поняла, это Симон, наверное, нас заперла, чтобы мы с репетицией не сбежали. Тьфу, да чёрт. Я же к Дианке уже опаздываю. Ксюша, найди, пожалуйста, свой ключ. Хорошо. Давай. Ну, будь добра. Маша растеряшь. Я не Маша. Значит, Ксюша растеряешь. Так, чёрт, чёрт. Поиграл и отдай. Где ж... Слушай. У Дианки телефон не отвечает. Слушай, ключа нигде нет. Ты знаешь, что позвонил Симоне, пускай нас оттуда откроют. А, точно. Ты знаешь, если мам трубку не берёт. Так. Ну, слушай, ну, поскольку мы всё равно здесь с тобой заперты, ну, может быть, ну, может быть, мы ещё раз порепетируем, а? Ну, давай. Слушай, а давай с тобой вот движение, которое самое сложное. Ну, ты лежишь, а я над тобой прохожу. Давай. Надежда Евгеньевна, к вам Гусев. Безобразно при поднятом настроении. Вы меня простите, Надежда Евгеньевна, но мне надо с вами поговорить тет-а-тет. Варвара Петровна, оставьте нас. Хорошо. Извините. В самом деле, Павел Ильич, вы какой-то возбуждённый. Неужели влюбились? Угадали. Влюбился. В кого, если не секрет? В жизнь. Удивительная штука, жизнь. То она бьёт кирпичом по голове, то как-то вот так вот проходит мимо, а то вдруг раз и одаривает чудесными подарками. Я так понимаю, что вы имеете в виду, что... Самым непосредственным образом за ним и пришёл. То есть вы пришли ко мне за подарком? Да, потому что он случайно оказался у вас. Что-то я никак не уловлю смысл вот этой вашей замысловатой шутки, Павел Ильич. Объясните всё нормальным человеческим языком. Сейчас объясню. Хорошо. Я имел несчастье пригреть одного проходимца в нашем университете, который ведёт очень опасные игры. Спонсируя некоторые культурные мероприятия, он приглашает на них националистов, которые кричат нацистские лозунги, вон, избивают наших студентов. Значит, вы имеете в виду Бурова. А у вас проверенные факты? Я объясню. Мало того, что этот проходимец устраивает драки, так он ещё очень вызывающе ведёт себя с руководством. А почему? Да потому что кое-кому из руководства, как ни странно, выгодно эти ксенофобские выходки. Потому что под них, под эти акции, можно получить огромный грант. А вот это ещё надо доказать. А зачем доказывать? А зачем доказывать? Просто вон, можно показать пальцем, и всё. И комиссия из министерства разберётся. Из министерства? Да. А можно подключить ещё прокуратуру, потому что дело очень громкое. Я так понимаю, что вы меня шантажируете. Можете не сомневаться, шантажирую. И что вы от меня хотите? Видите ли, связавшись с этим проходимцем, я понёс материальный и моральный ущерб. И я был бы вам очень благодарен, чтобы вы с ним этот ущерб не возместили. Хорошо. Обозначьте сумму ущерба. Пять тысяч долларов? Простите меня. Евро? Евро. Так, у меня... Я... Ой... Ну, у меня нет такой суммы, иначе мне придётся урезать смету фестиваля. Понимаю, понимаю. Понимаю, понимаю. Хорошо. Скажите номер счёта, и я переведу вам эти деньги. Зачем счёт? Я возьму наличными. Знаете что? Знаю, то, что эта сумма у вас есть. Да, она у меня есть. Да, она у меня есть. Но эта сумма рассчитана на все мероприятия фестиваля. И... Вообще, она в рублях. В рублях возьмёте? Конечно. Я же патриот. Я же... Только внизу глаза закрою. Хорошо. Раз, два, три. 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 Диана. Это твой сюрприз? Здорово, я оценила. Оксана, поздравляю. Я ничего не пойму, как Дианка-то могла тут оказаться. Ты знаешь, я боюсь, это уже неважно. Неважно. Как только зайдет солнце и часы пробьют двенадцать часов... Так, не продолжай. Карета превратится в тыкву, принцесса в заморашку, а все эти шедевры в гороховый суп. Погоди, про суп там, по-моему, ничего не было. И вообще, сказка не такая уж и грустная. Она закончила свадьбой и королевским пиршеством. Знаешь, не говори мне про пиршество. Я и так слишком голоден. Терпи, ведь ты же китаец. Знаешь, голодный китаец тоже человек. Пойду-ка я к соседям, на елку посмотрю, заодно и пообедаю. Чертилов, давай! Я добрый, я хороший! Нет. Я злой. Я отвратительный. Я бешеный. И я мерзопакостный. Тетя Паша, ты чё машину угнал? Чё так? Не угнал, а купил. А чё сигналишь? От радости, чтоб тебя позвать. А какие шиши? Накопил, у Орлова подзанял, ну и купил. То есть ты Надежду Евгеньевну развёл? Дядь Паш, так это же… Ладно, садись, прокачусь ветерком. Мир вам, гости дорогие! Ой, подарки! Спасибо, спасибо. О, как у вас красиво! И ты какая красивая! Это потому, что с вами сделал мне гопи-дотс. А Личен не против? А, нет, он ему помогал. Помогал? Ничего себе! Ты, наверное, не поняла. Гопи-дотс — это ритуальный индийский макияж. Ну, поразительно. Дядь Паш, как ты это всё устроил? Учись, Стасик, и делай выводы. Ты прям, ты прям как Робин Гуд. И денег срубил, и злодеев наказал. А потому, что надо заниматься чистым бизнесом, а не сеять вражду между народами, как бурый с Орловой. Мы с тобой против этого, мы с тобой за любовь, правильно я говорю? Да, и за дружбу между народами. Которые нас скорбят. А что ты загрустил, Стасик? Дядь Паш, я тоже машину хочу. Купим. Слушаем меня, и будет целый автопарк. Автопарк? Ну, добрый ты, дядь Паш. Что не сделаешь для родного племянника? Дядь Паш, ну вот, а я добрый? После четвёртой мы все добрые. А, ну вот индус говорит, что я добрый. Только надо эту доброту где-то внутри себя нащупать. А ещё он говорит, что я хороший и честный. Так, тебе хватит. Вы представляете вообще? Ой, салат вкусный. Ребята, музыку, танцы. Я обожаю танцевать. Да что такое? Сюша, стой! А ты почему не танцуешь? Да не хочу что-то. А жених твой где, кавалер? Да не мой он, не мой он. Никогда моим не был. Костик, а ты что не на празднике? Не в духе, что ли? Костик, а ты что не на празднике? Не в духе, что ли? Да история у меня, Жень, дурацкая вышла. Меня Диана с Оксаной застукала. Да ты чего? А у тебя что с Оксаной? Того? Слушай, да ну тебя, а. Мы с ней танец репетировали. К фестивалю. Ну, она подумала, видно, что я с Дианой побежал и не догнал, а телефон у неё выключен. Сочувствую. Сочувствую. Ну, всё наладится, я думаю. А то, может, к ребятам заскочим, потанцуем. Спасибо, я сегодня уже вот так наданцевался. Эту лампаду теперь всю. Оставшуюся жизнь помнить буду. А что будешь делать? Не знаю. Спокойной ночи, сестра. Спокойной ночи, Халил. Халил. Расскажи мне, пожалуйста, сказку. Сказку? Ну, да. Помнишь, что ты мне в детстве рассказывал? Ну, про храбрую девочку, которая спасла от змей, птенцов, чудо-птицы. А, это вообще-то про храброго мальчика сказка. А ты всё капризничала и пришлось исправить на девочку. Дианочку. Ну, слушай. Один маль, то есть девочка, заблудилась в горах и легла под кустом отдохнуть. Вдруг слышит, кто-то кричит, помогите. Смотрит, а на дереве гнездо с птенцами, а к ним змея ползёт. Взял наш храбрый мальчик палку. Девочка. Взяла девочка палку, да как ударит по змее. А змея как прыгнет на мальчика. На девочку. И стали они с ней биться. Девочка, конечно же, победила. Устала и уснула под кустом. Не бойся, сказала чудо-птица. Ты спасла моих детей, и я сделаю для тебя всё, что ты пожелаешь. Тогда отнеси меня домой, сказала девочка. И чудо-птица подняла девочку высоко. Унесла её далеко и опустила на крышу её родного дома. По дому её ждали папа, мама, братья, сёстры. И все они были счастливы, что она вернулась домой живой и не вредила. Разберяну её はい. Он joins。 Вibles в мире чистых минутах. Одну и вирус Одна из пят width. Иディ трансформы были быжнины для начальства и наизоляции. По дому её просто sentir не Aziz. Водачика мы делали simplement encima. Но это лучше. Субтитры подогнал «Симон»